МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По программе сельская ипотека – 48 ипотечных кредитов, а по программе льготная новостройка – 224. Также Батухасиков рассказал, что в регионе активно увеличивается объем жилищного строительства. В прошлом году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» было построено 87,5 тысяч квадратных метров или 110% к плановому показателю, когда как годом ранее – 101%, сказал глава региона. Также он поделился, что в этом году планируется построить и ввести в эксплуатацию 92 тысячи квадратных метров жилья, многоквартирных и индивидуальных домов. С начала года уже был введен 100-квартирный жилой дом площадью 5,5 тысяч квадратных метров. До конца года ждается сдача еще 10 многоквартирных домов. Этих показателей руководство республики планирует достичь благодаря нас проекту, а также программе «Стимул», которая в текущем году заработает в Камаке впервые. В Камаке дается особый приоритет вопроса модернизации материально-технической базы учреждений культуры. По инициативе и под контролем главы региона Батухасикова правительства республики планомерно реализуются мероприятия регионального проекта «Культурная среда», входящего в нас проект «Культура». За последние годы проведен капитальный ремонт сельских домов культуры в нескольких населенных пунктах «Ченеры», «Веселые», «Челгир», «Первомайские», «Виноградные» и другие поселки. В 2021 году предусмотрена реконструкция сельских домов культуры в поселке Чкаловский Киченеровского района, капитальный ремонт сельского ДК в поселке Багобурулки Бурульского района, капремонт Центра культуры и досуга поселка Комсомольский Черноземельского района. Кроме того, в этом году предусмотрена реконструкция детской школы искусства администрации Целиного района. Планируется модернизация театра юного зрителя, приобретены музыкальные инструменты и оборудование для колледжа искусств. Родителям, получившим сертификат на материнский капитал, станет проще использовать его средства для улучшения жилищных условий. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности. Яшковский районный суд вынес вердикт бывшего начальника исправительной колонии номер 2 и его заместителю. Оба признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Кроме того, экзаместитель начальника учреждения виновен в получении взятки. Суд установил, что он получил 479 тысяч рублей от осужденного за подготовку документов для решения вопроса о условно-досрочном освобождении. Судом установлено, что заместитель начальника исправительной колонии номер 2 в период с марта по ноябрь 2017 года получил взятку в сумме 479 тысяч рублей от осужденного за подготовку в Яшковский районный суд документов для решения вопроса о его условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания. Начальник этой же колонии и его заместитель незаконные в отсутствии предусмотренных законом оснований для применения физической силы, явно выходя за пределы своих полномочий, нанесли двум осужденным телесные повреждения. Суд назначил бывшему начальнику исправительного учреждения наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительном учреждении общего режима, а его экс-заместителю восемь лет шесть месяцев лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима. С 15 по 26 марта в Камуге пройдет первый этап с российской антинаркотической акцией «Сообщи, где торгуют смертью». Ее цель – привлечь как можно больше внимания общества к противодействию незаконного оборота наркотиков и профилактике их употребления. В Республиканском МВД действуют телефоны горячей линии, на которые принимается любая информация. Это и реализация наркотиков и психотропных веществ в местах сбыта и распространителях, в случаях изготовления и склонения к потреблению. Любая информация останется анонимной. Продолжается декларационная кампания, в ходе которой граждане обязаны отчитаться о доходах, полученных в 2020 году. Декларацию 3НДФЛ необходимо подать индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам, адвокатам, арбитражным управляющим, а также гражданам, которые в прошлом году продали имущество, находящиеся в собственности меньше минимального срока владения, получили в дар имущество акции не от близких родственников. В условиях распространения коронавирусной инфекции наиболее удобный способ заполнения и представления сведения через интерактивный сервис личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Граждане могут заполнить документ с помощью пошаговой инструкции, при этом часть личных данных заполняется автоматически. Сервис также позволяет отслеживать статус приема и камеральной проверки. Министерство экономики и торговли Республики планирует оказывать помощь для социальных предприятий. Это новое направление, которое активно поддерживает государство. На статус социального предпринимателя первой категории могут претендовать те, у кого в штате не менее 50% сотрудников относятся к социально уязвимым слоям населения. Для остальных категорий доля доходов от социальной деятельности по итогам предыдущего года должна составить не менее 50%. Сейчас министерство ведет прием документов для формирования реестра социальных предпринимателей региона. Бизнесмены, попавшие в реестр, смогут получить консультационные или финансовые услуги в виде грантов. Заявки принимаются до 10 апреля по адресу города Листа, улица Пушкина, дом 18. Это может быть производство продукции или предоставление услуг, создание льготных рабочих мест, защита экологии. Меня это заинтересовало, поскольку в своей деятельности я сталкиваюсь с такой категорией работников, как малоимущие, малообеспеченные, потом инвалиды. То есть это незащищенные слои населения, которые тоже работают. И у меня были в работе клиенты, которым я услуги такие предоставляла. Калмыцкий госуниверситет отпраздновал Масленицу с иностранными студентами. Всего в мероприятии приняли участие представители семи центров русского языка опорного вуза республики, открытых в Китае, Монголии, Палестине и Узбекистане. К онлайн-собранию также присоединились студенты Каламгу, а их более полутора тысячи. Гости узнали, в какие игры традиционно играли на Масленицу, какие песни пели. Вузи напомнили, что на Масленицу в народе было принято штурмовать снежную крепость, устраивать коны и бега, угощать блинами. Проводить такой телемост, где не только кураторы, преподаватели этих центров выступят, но и ребята из этих государств представят по одному номеру на русском языке. Будь то песня или стихотворение. Поэтому мы ждем с нетерпением этой встречи. Это очень будет интересно, познавательно. Мы изучаем лингвосторонаведение. Мы намерены, что такие наши встречи будут продолжаться. Этой весной начнется перезагрузка территории дачи Басана Владимирович Городовикова. Сначала запланированы субботники и уборка сада, а в теплое время здесь пройдет два больших фестиваля. Райя Нали в апреле и Кони Ветра в августе. Присоединиться к созданию новой легенды этого места художники и все творческие горожане могут уже сегодня. Мы собираем работы граффитчиков, художников, тех людей, которые могут предоставить видео-арт, эскизы, фото, документальные постановки, документальный театр, стрит-арт, граффити, перформансы. Пусть это будет разнообразная наша палитра творческих людей, творческих работ, чтобы мы могли выразить себя и чтобы люди, которым этого давно не хватает, могли это прочувствовать, вкусить, побывав на этом фестивале. Фестиваль Райя Нали пройдет 24 и 25 апреля. Здание дачи станет галереей, в которой будут размещены арт-объекты и экспозиции. Предложить свои работы для выставки или идею художественного проекта может каждый, кто примет участие в открытом конкурсе. Ну а фестиваль Кони Ветра пройдет 21 и 22 августа. Также на площадке дачи с требованиями к работам и условиями участия можно ознакомиться на сайте Министерства культуры и туризма Камыки. Справки по указанному телефону. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21 кнопке в IPTV, зеленой точке и рост целиком и на официальном аккаунте в инстаграм рекалом.ру. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова